У кого что болит, тот о том и говорит. И мы поговорим о главном, о студенческой стипендии. В эфире тележурнал «Студенческая 7». Здравствуйте! Студентам всех времен и народов давно известно, чтобы хорошо учиться, надо хорошо питаться. Но чтобы хорошо питаться, надо иметь деньги. А чтобы иметь деньги, надо работать. А чтобы работать, надо забросить учебу. Круг замкнулся. Президент и премьер России сделали попытку разорвать этот порочный круг. Поговаривают, что студенческая стипендия может увеличиться в несколько раз. В начале 2012 года президент России Дмитрий Медведев утвердил положение о назначении стипендий для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки, специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 21 направление вошло в этот список. Это 8 факультетов из 12 имеющихся. Не все направления, но вот 8 факультетов, студенты этих факультетов могут претендовать на эту стипендию. Если говорить о критериях отбора претендентов на стипендию президента и правительства Российской Федерации, то они строго оговорены. Прежде всего, в течение последних двух семестров студент должен иметь в зачетке только «хорошо» и «отлично». При этом отличных оценок должно быть не менее половины. А далее это успешное участие в олимпиадном движении, научно-исследовательской работе, публикация статей в академических изданиях. Мне дали стипендию за хорошую учебу, за отличную учебу, ну и то, что я принимал активное участие в жизни факультета, в жизни нашей кафедры. За участие в олимпиадах, а также за спортивные достижения. В феврале текущего года вышли приказы Министерства образования и науки Российской Федерации о назначении стипендий президента и правительства Российской Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по направлениям подготовки, специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. Я особо хотел бы подчеркнуть, что стипендии президента Российской Федерации и стипендии правительства, которые мы получили, это стипендии для студентов именно инженерных специальностей. Мы университет, у нас 19 укрупненных групп. Мы готовим по разным направлениям, профилям, специальностям, но сейчас идет поддержка инженерного образования. И как раз те студенты учатся, которые на профильных инженерных специальностях, они имеют возможность получить такую большую стипендию. Стипендии президента и правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по приоритетным направлениям, назначаются с 1 января 2012 года. Стипендия президента Российской Федерации составляет для студентов 7 тысяч рублей, для аспирантов 14 тысяч рублей. Стипендия правительства Российской Федерации для студентов составляет 5 тысяч рублей, для аспирантов 10 тысяч рублей. Отрадно осознавать, что стипендии сегодня превращаются действительно в действенный стимул привлечения студентов к активной учебной деятельности. Но дело здесь измеряется не только деньгами и не столько деньгами. Конечно, очень приятно, наверное, кошелек студенту получить достаточно кругленькую по вчерашним особенно меркам сумму 7, там, аспиранту 14 тысяч, 5 или 10 тысяч. Это достаточно весомое, конечно, пополнение бюджета, но вся эта стипендиальная составляющая имеет еще моральную сторону, которая действительно превосходит всякие материальные эквиваленты. Это возможность приобрести некий статус, некую позицию, некое восприятие на внешнем пространстве, как действительно человека, который получил высшую пробу в оценке своей деятельности. В списке стипендиатов 2012 года 89 студентов и 5 аспирантов в ЖГТУ имени Калашникова. А это значительно больше, чем в подавляющем большинстве других технических вузов страны. Действительно, очень большое число. Пришел приказ нашего министра образования и науки Российской Федерации. В этом приказе фигурирует не только Ижевский государственный технический университет. И мы могли сравнить с другими вузами и действительно увидели, что у нас в 2, в 3, в 4 раза больше, чем в вузах аналогичных. Наш проректор по учебной работе прав. Тот, кто получает стипендию, хороший студент. Их раньше называли отличниками и передовиками. А наших самых замечательных преподавателей отмечали званиями. То почетный, то заслуженный, а то и ударник коммунистического труда. Лучше говорили бы просто «хороший человек». Его как ни назови, он хорошим человеком и останется. В Техническом университете состоялось вручение наград конкурса «Человек года». Согласно положению, звание «Человек года» присуждается сотрудникам, аспирантам и студентам ИЖГТУ, получившим общественную признательность за научную, общественную, культурную и спортивную деятельность. В этом году одним из победителей конкурса в номинации «Образовательная деятельность» стала доцент кафедры экономики и организации производства водкинского филиала ИЖГТУ имени Калашникова Наталья Игоревна Абухова. Было это очень неожиданно для меня, совершенно неожиданно, потому что, ну, во-первых, это было действительно признанием моего, ну, преподавательского мастерства, что ли, потому что в этом конкурсе участвовали, видимо, очень такие маститые люди, да, вот, и поэтому мне было очень приятно, конечно. Ну, а потом я действительно очень много тружусь для того, чтобы подготовиться к лекции, чтобы сделать ее более интересной, более, ну, что ли, такой динамичной, вот, и поэтому это, естественно, было очень приятно, потому что кроме материальных стимулов, у нас еще есть и моральные стимулы, которые подвигают нас на подвиги. Звание Человек Года – это своеобразный символ признания ученым советами ИЖГТУ заслуг и достижений преподавателя. И в его трудовой книжке делается соответствующая запись. Подчеркнем, по всем номинациям ежегодно вручается не более 25 свидетельств. Если бы звание Человек Года начали присуждать 50 лет назад, этот человек мог бы получить его 20, а то и 30 раз. Человек, имя которого навсегда будет связано с историей ИЖГТУ. 11-кратный чемпион мира, 4-кратный чемпион Олимпийских игр Александр Иванович Тихонов по праву считается легендой советского и российского спорта. Ни один биатлонист мира в достижении спортивных результатов до сих пор не смог достичь его уровня. Тихонов официально признан лучшим представителем российского спорта 20 века. Вся многолетняя спортивная карьера Александра Ивановича тесно связана с Ижевском и его конструкторами-оружейниками. Неслучайный спортсмен имеет 8 авторских свидетельств за совместную разработку спортивного оружия. Здесь, в Ижевске, все, что касается биатлона, росло на моих глазах. 56 лет мы выигрывали медали всех достоинств, и 56 лет нас никто не мог обойти по количеству медалей ни одна страна. Здесь, в Ижевске, делалось золотыми руками мастеров оружие победы в биатлоне, и не только в биатлоне. Это были великолепные конструктора, Иван Ефимович Семеновых, Юрий Александров, ну, безусловно, Михаил Тимофеевич Калашников. Великолепные мастера были во всех направлениях. И нашему оружию, ижевскому оружию, не было равных в мире. В 2008 году ректором МежГТУ Борисом Якимовичем и Александром Тихоновым было подписано соглашение о создании в Техническом университете Научно-методического центра Союза биатлонистов России. И вот спустя 4 года ему было присвоено имя Александра Тихонова. Золотые медали не покупаются, они зарабатываются, зарабатываются потом, трудом. Безусловно, для меня это большая честь. Большая честь. Я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы в названном моем имени рождались и обучались настоящие специалисты. У нас на сегодняшний день самая, пожалуй, большая проблема – это подготовка тренерских кадров. Она практически отсутствует. Мы свяжемся на старом опыте, который есть. Жизнь двигается вперед, идет вперед наука. И, пожалуй, на сегодняшний день такой профессиональной группы ученых, которые есть здесь, в Ижевске, значит, я думаю, что у нас в стране нигде мы не найдем. Настя, а если вдруг ты получишь повышенную стипендию, куда ты ее потратишь? Ну, надо подумать. Ну, ты пока думай, а мы вернемся к главной теме. В момент подготовки документов о назначении стипендий президента и правительства Российской Федерации в электронных СМИ было размещено сообщение о совещании Союза российских ректоров, где присутствовал премьер России Владимир Путин. На встрече обсуждался вопрос о совершенствовании стипендиального обеспечения студентов младших курсов и малообеспеченных семей. Как вы знаете, с 1 сентября прошлого года на 9% был проиндексирован стипендиальный фонд, и в результате все вузы, находящиеся в Едине и Миноборнауке, выплачивают студентам стипендии в размере вышеакадемической. Нам необходимо в этом отношении сделать следующий шаг. Владимир Путин заявил о необходимости прибавки к существующим стипендиям в 5000 рублей. Он убежден, что в стипендиальном обеспечении пора навести порядок. Стипендия для тех, кому она реально необходима, кто без нее не сможет продолжать образование. Речь идет о чем? О том, что вузом увеличивается стипендиальный фонд, и мы имеем право без утверждения министерства назначать довольно большие стипендии, опять же, по тем же критериям. Студентам, которые хорошо учатся, и студенты, которые отличились в научной работе, студенты, которые отличились в общественной жизни, творчестве, спорте. После публикации приказов состоялась встреча ректората технического университета со студентами и аспирантами, которым назначены стипендии президента и правительства Российской Федерации. Открывая встречу у ректора ЖГТУ имени Калашникова, профессор Якимович подчеркнул. Вы наша элита, это первое. Элиту не только восхваляют, не только ей гордятся, но элита, по сути дела, является образцом, эталоном, на который смотрят все остальные. Борис Якимович провел презентацию программы стратегического развития ВУЗа, которая в конце прошлого года стала одним из победителей российского конкурса поддержки программ стратегического развития государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования. Посмотрите на миссию и цели Ижевского государственного технического университета. Они вообще реализуются уже в рамках Удмуртской республики вполне четко и конкретно. Буквально сегодня в университет пришло распоряжение правительству Удмуртской республики о приоритетных направлениях развития науки и технологии техники Удмуртской республики до 2020 года. Среди приоритетных направлений развития технического университета Борис Якимович выделил темы в области ракетно-космической техники, вооружения и военной техники, научно-исследовательские работы в сфере наноконструированных и наномодифицированных материалов, ректор ИжГТУ подчеркнул, что решение этих непростых задач уже в ближайшее время может стать делом всей жизни сидящих в аудитории, то есть нынешних степендиатов президента и правительства Российской Федерации. Наша сегодняшняя задача, конечно, сделать так, чтобы вам было интересно трудиться, жить в Удмуртской республике, и не только в Ужевске, но и в городах, в районах, понимая, что от вас зависит будущее нашего региона. Максим, вот ты меня спрашивал, что бы я купила, если бы вдруг получила повышенную стипендию. И что же? Я поняла, что это вдруг никогда не случится. Ну что ж, давай будем прощаться и пойдем на лекции, чтобы это вдруг когда-нибудь дослучилось. Всего вам доброго! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!